Строящийся в Ростове-на-Дону храм благоверных князей Петра и Февронии отметил престольный праздник. Вот уже более восьми веков жизнь этих святых является для нас пример идеальной христианской семьи. Тему продолжит Валерия Скоробогатова. Во время обучения в университете Надежда изучала историю православия. Начала посещать церковь. Сейчас она мать троих детей. В храм Петра и Февронии пришла несколько лет назад и стала постоянной прихожанкой. Семья – это самое главное, что может быть на земле. Потому что семья – это опора для человека. Если в семье что-то не ладится, то все остальное не имеет смысла. История жизни Петра и Февронии – это история испытаний, которые удалось преодолеть с Божьей помощью. Их житие – образец православной семьи на протяжении многих столетий. Желаю всегда только добра каждой христианской, нехристианской семье. А вот людям, действительно православным христианам, у которых есть православные семьи, которые стараются жить по заповедям Божьим. А вот хочу пожелать крепких семейных отношений. Помнить слова святых благоверных князей Петра и Февронии, которые говорили, что семья – есть любовь. Без любви не будет семьи. А где есть любовь, там есть и верность. Поэтому храните и оберегайте свой семейный очаг в любви и верности. Храм Петра и Февронии – единственный, посвященный этим святым в Ростовской наданной епархии. Первая божественная литургия прошла здесь четыре года назад. За это время в приходе появилась собственная звонница. Здесь работает кружок вокала и воскресная школа. Второй год в храме выпускают приходскую газету. В газете мы пишем о наших прихожанах, о интересных людях, которые связаны с нашим храмом, о святых, конечно же. И достаточно заметно, как прирастает количество прихожан в нашем храме. Храм Петра и Февронии окормляет детей санатория «Ромашка». Заключен договор о сотрудничестве с Центром детского творчества Ворошиловского района. Собраны средства на эскизный проект будущего здания храма. Здесь работают социальные и молодежные отделы. Здесь семья. Здесь и мама, и папа, и дети, и бабушки, и дедушки. Здесь не просто приход, здесь одна большая дружная семья. Слова благодарности настоятелю храма Петра и Февронии говорят многие прихожане. Он помогает не только найти духовный смысл жизни, но и решить семейные неурядицы. Человек удивительный. Большинство прихожан здесь именно благодаря тому, что они действительно очень близко в духовном общении состоят с батюшкой. Он человек удивительный, с чувством юмора, с сильной очень молитвой. Очень радеет о всех нас, о наших семьях, о нашем благополучии. Очень много помогает малоимущим прихожанам. Добрый, отзывчивый человек. Праздник покровителей христианской семьи Петра и Февронии завершился концертом. Хрустальным голосом капели Звенит ребячий смех чудесный И мать сидит у колыбели Дитя лаская тихой песни Валерия Скоробогатова, Илона Шевченко, Евгений Ермарченко. Телестудия «Дон православный». Илона Шевченко